Кинопанорама А все потому, что кино является одним из направлений творческого объединения «Классика». Каждый месяц свои двери открывает киноклуб «Диалог». Здесь поклонники кино смотрят игровые и документальные фильмы, а затем их обсуждают. Важная дата для нашего киноклуба – 4 апреля. День рождения кинорежиссера Андрея Тарковского. Биография Андрея Арсеньевича связана с Ивановской землей. В городе Юрьевец Ивановской области прошли детские годы режиссера во время Великой Отечественной войны. Сейчас там создан музейно-культурный центр. И ежегодно в Юрьевце проходят Дни Тарковского. С 2007 года в Иванове проходит международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского, который за годы существования стал заметным событием в российской культурной жизни. Ну а классика собирает всех поклонников таланта выдающегося режиссера 4 апреля. Художественная галерея обычно встречает гостей фотовыставкой. Здесь можно увидеть рабочие моменты со съемок известных фильмов Тарковского, самого режиссера, в кругу семьи и коллег. А в зале классика проходят встречи с кинематографистами, которые работали с Тарковским. Создателями фильмов, посвященных режиссеру. Авторами книг о его творчестве. Как видим, несмотря на то, что с момента выхода фильмов Андрея Тарковского прошло много лет, творчество режиссера продолжает интересовать киноведов, философов, культурологов и, конечно же, зрителей. А вы знаете, что Андрей Тарковский приезжал в Иваново? Это случилось осенью 1976 года. Этому событию посвятил свой фильм «Притяжение памяти» бессменный ведущий киноклуба «Диалог», поклонник и знаток творчества Андрея Тарковского Евгений Юрьевич Борзов. Евгений Юрьевич, что послужило поводом для визита Андрея Тарковского в наш город? Действительно, в этом году есть две даты, связанные с именем Тарковского, которые, мне кажется, заслуживают особого внимания. Во-первых, это 45 лет со дня визита Тарковского в Иваново, и вторая дата – это 15 лет со времени выхода моего фильма «Притяжение памяти», который как раз и посвящен этому визиту. Ну, а непосредственным поводом визита Тарковского в Иваново, конечно, послужил выход его фильма «Зеркало». Это самый автобиографичный фильм режиссера, и поэтому вполне понятно желание режиссера показать его ивановцам на своей малой родине. И организатором этого визита в Иваново был Евгений Васильевич Кузнецов, тележурналист по линии общества «Знания» и в рамках заседания клуба «Экран и ты». Он организовал в основном все встречи с режиссером. Тарковский приехал сюда не один вместе со своей женой Ларисой Павловной 15 октября. Это был первый день встречи с режиссером, и они уехали в 18-й. Вот в течение этих четырех дней состоялись различные встречи на различных площадках в Иваново с презентацией фильма «Зеркало». Вы сами были участником этих визитов, этих встреч? Непосредственно в организации визита Тарковского в Иваново я, конечно, не мог принимать участие. Я был тогда молод, мне было 19 лет, я был первокурсником Ивановского государственного университета. Но я вот помню очень отчетливо тот день, когда к нам пришла куратор группы и предложила билет на сеанс «Зеркало» с присутствием самого режиссера. И я тогда сразу согласился на это и таким образом стал свидетелем этого визита Тарковского в Иваново. Кто еще участвовал в создании вашего фильма? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю нашим зрителям посмотреть небольшой видеофрагмент, который нас отнесет к событиям 15-летней давности, когда состоялась презентация моего фильма «Притяжение памяти» на той сцене, на которой был Андрей Арсеньевич Тарковский 15 октября 1976 года. И сегодняшний наш вечер посвящается Тарковскому, Андрею Арсеньевичу Тарковскому. Мы собрались в этом зале не случайно, потому что 15 октября 1976 года, ровно 30 лет назад, на этой сцене, в этот же час, стоял сам мастер. А именно мы и пытались изучать, и пытались исполнять музыку Максима Сазановича Березовского. Поэтому наше участие сегодня связано как раз с тем, что мы хотели вам несколько фрагментов этой литературы исполнить, чтобы, может быть, иметь представление об композиторе Березовском, том самом прообразе Сосновского из фильма «Ностальгия Андрея Тарковского». Профессор Борзов, человек очень тщательный, очень доточный, он нашел дневники Тарковского, которые, мы надеемся, будут изданы, и мы их будем читать. И нашел то место, для нас очень дорогое, где мастер упоминает об отец гранита. Действительно, вот сама ситуация, я вот сейчас больше меня даже волнует не какие-то подробности, а сама ситуация, приезд, в общем, что говорить, гения, приезд гения в провинцию, ну, в глубинку, наверное, провинцию, и вот эта ситуация, которая, к сожалению, мне грустна, у меня «Ностальгия» по-прошему, она сегодня невозможна. В общем, фильм замечательный, и мне приятно вот через 30 лет видеть, что опять сразу довольно много народа, человека уже давно нет, и фильмы, в общем-то, уже ушли на второй план. В дополнение к тому, что не могло войти фильм, был не один вечер с друзьями у Тарковского А2, второй был у Евгения Кузнецова, который, собственно, организовал все это. И там я делал эти фотографии, которые были включены в этот фильм. Смотрел, когда-то я не было, снимал, кажется, да. Вот, потом, еще одно, по киноклуб, еще одному человеку, наверное, надо сказать спасибо, его уже нет, сейчас с нами на этой земле Саша Жигалин, который долгое время возглавил киноклуб. Горят костры, костры из кинолет, Тарковского в огне сживают, сжигают заживо. Спаси его, залей водой, отхаживай, продли дыхание хоть на пару лет. Горят костры в могильной тишине, Ведь палачам приказано ни слова, Но любознателен народ у нас в стране, Сжигаем, что, какого-то Руглева. Горят костры из мыслей и из чувств, Такого не приснится на солярисе, А лента изъюбается, как в ярости. Поставьте поминальную свечу. Спасибо. У нас не случайно сейчас в кадре портрет, который был сделан в 1976 году. Его автор Владимир Иванович Мартынов, он принимал участие непосредственно в приеме Тарковского здесь И оставил после себя вот эту фотохронику, которая стала талисманом, можно сказать, всех дней Тарковского, Которые традиционно проводим мы здесь в классике. Я хочу пользоваться случаем искренне поблагодарить Владимира Мартынов за этот чудесный портрет. Фильм «Притяжение памяти» ведь не единственный ваш фильм о Тарковском. Сколько их всего? Всего пять. Вот фильм «Притяжение памяти» это второй. Первый фильм был «Отрошенное время», построенный по дневникам Тарковского. А после выхода «Притяжение памяти» были еще три фильма. «Андрей Тарковский. Собиратель снов» по книге Лейлы Александра Гарретт. Затем был фильм «О диалоге с Тарковским» и «Тарковский в Бразилии». Вот таким образом пять фильмов о Тарковском сейчас в моем архиве. Что заставляет вас вновь и вновь обращаться к творчеству Тарковского? Скорее всего, это движение души, которое началось, когда мне было лет 16-17. И я посмотрел первый его фильм, это был «Солярис». Я помню ощущения, когда я выходил из этого зала, я ничего практически не понял из того, что увидел. Но вот это непонимание не носило характера отталкивающего, а наоборот было таинственно манящим. И вот с тех пор мне язык Тарковского, его художественная философия стала очень близка. Я думаю, что Тарковский со мной разговаривает на каком-то очень интимном и понятном мне языке. И вообще говоря, мне кажется, Тарковского часто упрекают в том, что это сложный для понимания автор. Вот я не разделяю эту точку зрения, потому что мне кажется, что вот за то время, когда я общался с Тарковским с помощью его фильмов, конечно, и потом стал читать, Я выявил для себя такую парадигму. Тарковский не для всех, но Тарковский для каждого. Это значит, что если у человека есть желание открыть однажды дверь в мир Тарковского, то из него очень сложно выйти. Потому что каждый человек когда-то в жизни начинает задумываться над теми вопросами, над которыми задумывался в своем кинематографе и сам режиссер. Для чего мы в этом мире, с кем мы и как мы должны достойно прожить этот наш путь на земле. На ваш взгляд, кино Тарковского достаточно изучено культурологами, киноведами или что-то остается в тени? Вообще, нужно сказать, что творчество Тарковского изучено и продолжает изучаться очень активно. И вот у нас сейчас на столе имеется небольшая часть из моей библиотеки, которая постоянно растет. Я покупаю книги и здесь, в нашей стране, и за рубежом, которые посвящены анализу, критике, философским размышлениям о творчестве Тарковского. И это движение не угасает. Я думаю, что это свидетельство того, что творчество Тарковского – это то, что называется на веках. Он всегда будет привлекать людей, которые рефлекторно тянутся к познанию мира, глубокого постижения сущности нашего пребывания на земле. И вот среди этой библиотеки я бы хотел отметить одну книгу, которая называется «Наш земляк Андрей Тарковский». И она вышла в 2007 году, к 75-летию, со дня рождения режиссера. И вот в этой книге читатель найдет, я думаю, самую качественную подборку материала, которые описывает визит Тарковского в Иваново в 1976 году. Но вообще говоря, мне хочется, чтобы современный читатель и зритель общался непосредственно с самим Тарковским. Не с критикой, не работами о Тарковском, а с самим автором, с голосом автора. И в этом смысле, конечно, мне хочется, чтобы как можно больше людей смотрели непосредственно фильмы Тарковского. К сожалению, не всегда можно посмотреть все фильмы Тарковского, даже в рамках фестиваля «Зеркал», который ежегодно проходит здесь у нас в Иванове. Это, мне кажется, досадно. У нас в Юревце уже в течение многих лет под спудом хранится архив, который Россия выкупила в Англии на торгах в Сотбис. Вот мне хочется, чтобы этот архив был открыт для всех людей, которые испытывают тяготение к творчеству Тарковскому. Потому что там собраны документы, где Тарковский не адаптирован. Он настоящий, он наиболее правдиво соответствует реальности и реалиям того времени. Вот мне бы очень хотелось, чтобы этот архив нашел своего читателя и вдумчивого зрителя. Ну и возвращаясь снова к вашему фильму «Притяжение памяти», как можно его увидеть нашим зрителям? Все мои фильмы, которые я перечислил, включая этот фильм, доступны в интернете. Поэтому легко в любой поисковой системе набрать название этого фильма и попасть на мой канал в Ютьюбе. И там можно посмотреть все эти фильмы. Безусловно, Андрей Тарковский – явление в мировой культуре. Вопросы человеческого существования, личной ответственности каждого человека за то, что происходит на планете. Он поднимал эти вопросы и поднимал этим своего зрителя. На мой взгляд, это самое главное и то, что не хватает сегодня современному кино. Поэтому смотрите фильмы Тарковского, смотрите «Умное кино». Ну а мы благодарим нашего собеседника Евгения Юрьевича Борзова за интересное интервью. И до новых встреч в классике. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин